В дореволюционные годы здесь были торговые ряды, а теперь исторический памятник выглядит так. Только за последние два года он горел несколько раз. Что делать с сгоревшей типографией, власти решили только сейчас. Для жителей города судьба этого здания не безразлична, а для тех, кто еще в нем и проработал много лет, тем более. Многие годы я в этом здании работал и понимаю, что оно так и так нуждалось в ремонте, потому что там полы ходили, там перекашивался уровень уже. Этот пожар, как не печально звучит, он был каким-то финалом того, что происходило в этом здании. Тем не менее, чувствовалась его основательность, крепость, его толстенные стены, этот кирпич, который выстоял, как вы видите, после огня. И, конечно, этому зданию еще сто лет стоять после того, как его сделали. Здание бывшей типографии было построено в 1907 году. На первом этаже были размещены торговые лавки, а на втором – гостиный двор. Об архитектуре этого исторического памятника там поведал главный хранитель фондов Каннского краеведческого музея. Архитектура этого здания относится к красно-кирпичному стилю. Он был очень сильно распространен в конце 19-го, начале 20-го годов в провинциальных городах. Мы можем посмотреть, потому что здесь прямо четко вырисовываются зубчатые узоры на карнизе, на двух карнизах причем. То есть можно увидеть башенки сделаны специальные на выступах, на пилястрах. Реставрация площади уже подходит к завершению, а вот судьба типографии решилась накануне. Восстановлением от пожара здание займется частная компания и уже в ближайшее время начнутся проектные работы. И как нам рассказали, основной облик останется тот же, только сгоревший кирпич заменят на новые, сделанные под старину. Это будет то же самое здание, только будут убираться новодельные кирпичи, которые там сделаны. Будет полностью сохранено как по максимуму этот кирпич. И со старого же кирпича, с такого же старинного кирпича, будет дополняться то, чего не хватает. И будет восстановлен облик того здания, которое строилось 100 лет назад. Какая планировка будет внутри, пока оставили в тайне. К реставрации здания приступят только в 2022 году. Выполнить работу и сдать объект организация должна в 2025 году. Пока же принято решение скрыть фасад здания за декоративной строительной сеткой, которую установят к концу текущего месяца. Валерия Ударцева, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.